И хотел бы, чтобы вы все предложения передали ответственному секретарю данной предзащиты. И в заключение хотел бы пожелать всем сегодня плодотворной работы, удачи, ну и в дальнейшем реализации презентованных проектов. Большое спасибо. Александр Николаевич, огромное вам спасибо. Во-первых, мне было важно, чтобы и присутствующие в зале вас увидели в лицо, чтобы они понимали, кто будет в том числе принимать решения по отбору совместных кластерных проектов. Ну и ключевое, ключевое, мы сегодня вечером 18 часов 30 минут, по-моему, да, 18.30, 18.30 мы соберемся со специализированными реализациями кластера, с представителями, с участниками кластера, где обсудим механизмы, которые необходимо внедрить для повышения эффективности промышленных кластеров и совместных кластерных проектов. И уже 15 числа мы вместе с вами обсудим у вас на экспертном совете. Очень надеюсь, что мнение экспертного совета также будет услышано в правительстве. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на предварительной защите совместных проектов. Кратко вам расскажу про регламент сегодняшнего дня. На презентацию у вас будет 7 минут, вы рассказываете по той структуре, которую мы вам предварительно направляли. Затем 8 минут у вас будут ответы на вопросы со стороны экспертов. У нас сегодня проектов аж 17, поэтому регламент мы будем этот соблюдать достаточно жестко. То есть на каждый проект у нас будет всего 15 минут максимум. Оценивать ваши проекты мы будем в соответствии с теми требованиями, которые прописаны в постановлении 41. Я кратко просто о них напомню. Первое, самое главное требование, что ваш кластер должен быть включен в реестр Минбромторга России, а данные актуализированы. Второй пункт – это инициатор и участник совместного проекта должен быть в составе промышленного кластера. Третий пункт – в смету включены все затраты, которые прописаны в постановлении 41. Четвертый – осваиваемая продукция включена в планы импортозамещения, либо необходима для реализации НАСК-проектов. Следующий пункт – это целевые показатели соответствуют минимальным значениям, которые указаны в 41-м постановлении. Между инициаторами и участниками заключен договор или соглашение о намерениях. Максимальный срок реализации проекта – это 5 лет, а предполагаемый срок предоставления субсидий – не более 3 лет последовательно. Сумма запрашиваемой субсидии у вас должна не превышать 300 миллионов рублей и не быть более 30% от общей стоимости самого проекта. И должны быть уже к самому конкурсному отбору понесены затраты на совместный проект. Сразу хочу сказать, что, конечно же, если на сегодняшний день вы не соответствуете по какому-либо из этих пунктов, это не значит, что мы обнуляем ваши результаты, мы вас будем оценивать по немного другой категории, и мы будем оценивать риски вашего проекта. Но хочу сразу сказать, что перед тем, как подаваться, уже конкурс, об этом дальше Леонид Ильич скажет, состоится, скорее всего, в июне или в июле месяца, то есть уже времени не так много, вам нужно пройти по этому чек-листу и убедиться в том, что вы соответствуете всем требованиям, которые здесь указаны. Оценивать сегодня мы будем с точки зрения рисков проекта. Здесь, в принципе, все указано. Мы будем оценивать риски по срокам достижения минимальных значений всех целевых показателей. Мы будем оценивать соотношение налоговых поступлений в федеральный бюджет и размеры субсидии, долю понесенных инициаторами затрат в момент подачи заявки, детализацию плана графика, опыт сотрудников специализированной организации, подтверждение обязательства участников совместного проекта приобрести продукцию инициатора и подтверждение наличия спроса на продукцию за пределами промышленного кластера. Обращаюсь к экспертам. Эксперт, у вас справа от вас такая толстая папочка, в которой есть чек-листы по каждому проекту. То есть мы предварительно посмотрели все проекты и убедились, что они соответствуют 41-му постановлению, либо не соответствуют. И основные моменты мы выписали. Также есть у вас листы оценки по каждому проекту, которые необходимо будет заполнить. Также сообщаю, что до вечера мы работаем сегодня без перерыва, поэтому в поле у нас предусмотрен спозной кофе-брейк. Можете выходить, наслаждаться напитками, угощениями и возвращаться сюда. Не стесняйтесь, пожалуйста. Итак, предлагаю тогда приступить к работе. Чуть позже подойдет еще Леня Протин, Данилов, и подробно расскажет про особенности текущего отбора, который будет в этом году. А сейчас приступим к работе. Итак, первый вопрос. По завершению всех проектов, после докладов, после того, как мы разберем проекты, мы делаем замечания, мы что объявим коллегам? По итогам, по завершению всех докладов, 17 докладов, мы сводим оценки, которые вам выставили эксперты, и демонстрируем уже итоговый рейтинг всех проектов. Нам нужно буквально будет 5-10 минут на то, чтобы свести все оценки. Мы будем делать это на протяжении, собственно, сегодня. И продемонстрируем вам итоговую табличку, где вы можете посмотреть, насколько вообще вы можете претендовать, могли бы претендовать на субсидии, если бы это был реальный отбор. Денис Борисович, вы нас слышите? Да, 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 слышал. Денис Борисович, вас не видим. Уважаемый Андрей Викторович, уважаемые коллеги, добрый день. Да, добрый день, добрый. Момент сейчас непростой для нашей страны. Все мы работаем в таком мобилизационном режиме, поэтому разрешите коротко, находясь в пути, на одном из ключевых наших предприятий, ракетно-космической отрасли, в центре имени Хруничева. Поприветствовать вас. Мы только что провели большой митинг, встречу с коллективом, обсуждали текущие задачи, а также проведение специальной операции, о которой принял решение наш президент. Поэтому я сейчас хочу несколько слов, извините, немножко не вовремя, Андрей Викторович вышел на связь. Буквально несколько слов сказать о важности вашей работы, о том, что та работа, которую вы проводите, и в расчете на грантовую поддержку, и те проекты, которые вы заявляете, сегодня будете обсуждать с ведущими экспертами, они крайне важны для нас, для страны, и профессиональный коллектив, во главе с Андреем Викторовичем, с представителем Министерства промышленности и торговли, который занимается этой деятельностью, проводит очень важную работу сегодня, которая предельно востребована, особенно в тех условиях, когда против нас сегодня на какое-то время восстановился весь мир. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые участники совещания, я желаю вам всем удачи, успехов, предварительный отбор и рассмотрение проектов. Это очень важный шаг, чтобы, когда уже проводился конкурс финальный, чтобы вы были подготовлены, компетентны, учли все замечания экспертов, а мы уже на следующем этапе обязательно рассмотрим ваши проекты, и пусть победит сильнейший. Поэтому я всегда поддерживаю эту деятельность, и это направление, оно очень важно сегодня в условиях рыночной экономики, и в условиях модернизации промышленности и экономики нашей страны. Кластеры, технопарки и особые экономические зоны это сегодня один из важнейших приоритетов развития нашей промышленности и экономической политики в стране. Спасибо большое за внимание. Андрей Игоревич, разрешите идти. Денис Борисович, огромное вам спасибо. Очень важно, мы сейчас с вашего разрешения все это проведем, и вам представим все материалы, чтобы вы еще раз посмотрели, и уже, конечно, встретимся очно в министерстве, когда будем отбирать проекты. Денис Борисович, огромное спасибо. Всем успехов, благодарю вас, извините, если подзадержался. До встречи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, Андрей Игоревич, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. Пока, Олеги, до свидания. Продолжаем. Да, смотрите, еще Александр Николаевич Козловский в своем выступлении упоминал, что мы проводим экспертный совет в Госдуме уже 15 марта. Если у вас будут какие-либо предложения по доработке 779-го, 41-го постановлений, я думаю, что таких достаточно много людей, приходите ко мне, либо формулируйте предложение устно, либо направляйте мне на почту. Мои контакты я вам предоставлю. Поэтому сейчас я предлагаю приступить уже непосредственно к самой работе. Итак, первый приглашается к защите представитель мордовского кластера волоконная оптика и оптоэлектроника, представитель инициатора проекта АО «Оптиволоконная система». Готовится выступать Елабужский аккумуляторный завод. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Вашему вниманию предоставляется проект производства оптических волокон для дальней магистральной линии связи. Промышленный кластер из Буллиники Мордовия «Блоконная оптика и оптоэлектроника» был создан 16 марта 2016 года. Специализированной организацией промышленного кластера является компания «Регион 13 РУС». Промышленный кластер Республики Мордовия на текущий момент включает в себя 20 промышленных предприятий и 4 объекта инфраструктуры, такие как Технопарк Мордовия, Инжиниринговый центр волоконной оптики, Корпорация развития Республики Мордовия и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Николая Платоныча Агарева. Основной специализацией кластера является светотехника и система управления освещением, блаконная оптика и оптоэлектроника, а также приборостроение. Общий объем производства участников кластера по итогам 2021 года составил более 54 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом больше почти на 10 миллиардов. Количество рабочих мест на предприятии кластера в 2021 году составило более 8 тысяч человек. Конечная продукция кластера – это светодиодные светильники, кабели контрольные, а также провода и так далее. Все участники нашего кластера находятся на территории одного региона Республики Мордовия. Большинство из них расположены в городе Саранск. Это очень удобно для взаимодействия участников и благоприятно для поддержания и развития кооперации. Функциональная зависимость участников кластера представлена тремя переделами. Предприятие первого передела оказывает услуги по обработке изделий, проведению испытаний, услуги электро- и теплоснабжения, производит продукты, вода,